Мир юрского периода. Господство франшизы радует любителей по всему миру уже более 30 лет. С тех пор было выпущено 6 частей, а седьмая уже близко. В этом видео мы делимся с вами актуальной информацией и сведениями о новом приключении с динозаврами. В предыдущем фильме динозавры уже несколько лет жили вместе с людьми на земле. Сюжет крутился вокруг генетически модифицированной саранчи. Идея этого вызвала недоумение среди зрителей. Куда франшиза движется дальше? Упомянули о новой эре при анонсе Мира юрского периода 4. Непонятно, продолжит ли новый фильм события третьей части, или будет новый скачок во времени, или даже если дождь будет продолжена. Из того, что мы знаем, это может быть приквел или перезапуск. Информация о сюжете и месте действия скоро появится. Сиквел Мира юрского периода выйдет раньше, чем ожидалось. Скорость создания нового фильма заставляет задуматься. Проект анонсировали в январе 2024, съемки начнутся в июле, и планируют выпустить проект в кинотеатрах через год. Мир юрского периода 3 анонсировали в феврале 2017 года. Релиз планировали на июнь 2021 года, более трех лет. Вопрос. Почему Universal думает, что может выпустить фильм за треть времени? Возможно, проект должен быть меньше. Есть несколько указаний на это. И планируют использовать новый актерский состав. В этой области сохранится, поскольку актеры вроде Кристос и Брата не становятся дешевле с ростом успеха. Время производства не требовалось бы подстраивать под звезд. Информации о новом актерском составе пока нет. Поэтому непонятно, будут ли там только новички, или же вернется ранней группа объектов. Голливудский инсайдер Дэниел Рикман сообщил о возможном названии фильма. Юрского города. Конечно, это выглядит более уютно, чем весь мир. Мы предполагаем, что авторы хотят немного ограничить масштаб в новом фильме, но сохранить возможность на новой трилогии. Кажется, они не собираются жертвовать сюжетом. Для сценария Дэвид Коэб вернул верно. Он уже был автором первых двух фильмов из 90-х, «Парк юрского периода» и «Затерянный мир». На должность режиссера изначально планировалось нанять Дэвида Литча, наиболее известен фильмом «Джон Уик» и «Сверхскоростной поезд». Это не сработало, поэтому они выбрали ковры, кто знает все о монстрах в научной фантастике. В 2014 году Гаррет Эдвардс запустил новую вселенную монстров с Графтзиллой. Должал делать себе имя с «Звездными войнами из Гой-1», а совсем недавно работал над научно-фантастический боевик с создателем, который особенно привлек внимание, благодаря своему низкой себестоимость производства. Поэтому режиссер, который сам родом из области властепальных эффектов, кажется идеальным выбором для предстоящего проекта о динозаврах. Текущая дата выхода «Мира юрского периода 4» — 2 июля 2025 года, а съемки запланированы на «В» ближайшие месяцы, мы ожидаем услышать первые подробности об актерском составе нового блокбастер «Скора». Пока не ясно, действительно ли производство будет идти так быстро и гладко, как планировалось. Как мы все знаем, когда дело доходит до театральных релизов, в Голливуде нет ничего незыблемого. Вот и вся информация, которую мы знаем о седьмом фильме франшизы «Парк юрского периода». Как думаешь, является ли новый старт правильным шагом для франшизы? Или его следовало продолжить с Крисом Пратом и другими? Поделитесь с нами своими мыслями о серии фильмов.